Да, добрый день. Надеюсь, вы хорошо пообедали. Надеюсь, вы не будете засыпать сейчас в докладе. У нас очень много, как всего, очень много слайдов. Я буду задавать очень много вопросов. Это security, я уверена, всех интересует. Скажите «да». Да, тебя не смотрю. Да. А кто из вас принимает security решения? Все. Все. Ну, как минимум, два. Кто из вас, давай так, кто не должен принимать, а кто именно принимает эти решения? Я закрываю. Отлично. Что насчет проектов и софта? Ну, машины закрываются, хороший пример. Значит, мы сегодня будем говорить про безопасность данных в инфраструктурах, в больших приложениях. И это будет offensive security. Да, есть, пардон, это будет defensive security. Есть offensive, есть defensive. Blue team, red team. В Львове есть прекрасная компания Under Defense. Может, называется Мишук? Мишук. 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 Может, вы его знаете, если вы по всему знаете. Так вот, он offensive. В Cosec Labs мы defensive. Мы помогаем строить безопасные системы. Мы делаем софт, security engineering, фотографии, вот это вот все. Меня зовут Анастасия, я product engineer в компании Cosec Labs. Компания Cosec Labs, это прессовая компания Kyiv, London. Мы занимаемся разработкой security software, криптография, очень сложная криптография. С нами работают криптографы, с нами работают криптографы, с нами работают криптографы инженеры. И мы стараемся очень сложную крипту сделать очень понятной и простой в использовании девелопера и девелопсера. Я как product engineer, я такой себе мостик между миром как раз-таки сложных security people, криптографов, и миром applied engineers, которые думают, господи, что это такое, как это вообще использовать. И стараюсь сделать так, чтобы этот ответ на вопрос был легко и безопасно. Сегодня мы поговорим о криптографии, но в таком супершироком смысле, не про алгоритмы, не про ключи, а о том, как использовать криптографию, чтобы узить поверхность атаки на ваши данные. Это наш план. Мы очень быстро пройдемся к существующим архитектурам и дейтингам, и участкам данных, простите. Я буду говорить на ужасном-ужасном смене, я последние несколько дней провела, подговаривая 2-4 часа на английском, поэтому, сорян, моя речь будет сильно перемешана терминами. Мы поговорим про архитектуры и про утечки, которые произошли в этих архитектурах, и перейдем к сладкому, к самому топику. Что такое sensitive data? Я это буду переводить как чувствительные данные. Что такое чувствительные данные, как нам определить, где чувствительные данные в нашей процедуре, как их защитить, и как сделать так, чтобы к нам потом ночью не пришли и не сказали, как это наполнялось. Итак, готовы? Да? Не, не? Да! Есть! Игорь, это интересно! Это архитектура SMB. Это кусок дейтинг-архитектуры. Здесь мы видим накапку, здесь мы видим несколько кластеров. Это так, чисто для ознакомления, особо вдумываться не надо. Архитектура LinkedIn на 2015-2015 года, это такая очень примитивная схема, они все ориентировали накапку. У них было основное монолитное ядро, которое они называли Leo. Потом они его переписали на микросервисы, JSON, Overhark, и так. Кстати, если вы вдруг знаете, как сейчас выглядит некогда на архитектура, скажите мне, это настолько старое, но как-то было очень просто. У Netflix, конечно, все намного лучше. Это вот хитектура, а вот это, это их архитектура. В прошлом году на конференции RainBand они показали в одной диаграмме все свои компоненты, и прикольно вообще выглядят. В современных приложениях, в современных системах они состоят из очень многих компонентов. Они все очень разные, они все очень сложные, главное, они заточены под конкретные юзкейсы. И общее то, что у них есть, они все принимают и обрабатывают чувствительные данные. И, естественно, к чему это все приводит? LinkedIn. LinkedIn. 5 июня 2012 года был хакнут LinkedIn, украдено 6,5 миллионов пользовательских аккаунтов. 5 июня. Утром 6 июня сотни тысяч этих аккаунтов уже были в плейн-тексте, как бы распространялись на нас в Даркнете. Просто в открытом виде бери, логинься. Спустя 4 года, один из исследователей, Тройхант, он обнаружил, что продается гораздо больше, продается еще сотню миллионов аккаунтов. То есть, в общем-то, 150 миллионов аккаунтов было украдено, и у этой утечки есть своя персональная страница на Википедии. Круто. У Netflix, это сложная архитектура, да, помните? У Netflix год назад ввели полтора миллиарда аккаунтов. Это намного больше, мне кажется. Ну и, конечно, классика, моя любимая, это T-Mobile. Помните историю T-Mobile вот этого лета? Ну, хорошо, тогда я зачитаю слайды. Вчерашний мэрио, открутись. Вчерашний мэрио, открутись, да, вчерашний мэрио. Ну, сорян, не хотела я ночью, мы же слайдернулись. Вчерашний, так, давай по очереди. T-Mobile, в Твиттере пишет T-Mobile, дескать, ребятушки, вы мне на почту отправили мой плейн-текст пароль. Это вы что, храните мой плейн-текст пароль? T-Mobile в Твиттере же отвечает, ну, кто-то из саппортов. Да, мы храним, но, дескать, не переживай, все нормально. Естественно, в Твиттере же продолжается дискуссия, типа, так это, а вдруг, как кто-то сломает, и мой пароль будет доступен. На что T-Mobile потрясающе отвечает, what if this doesn't happen, because our security is amazingly good. Что могло пойти не так? Так, через пару часов, буквально через пару часов, естественно, все сполошились, там такой ботфер был, невероятность. Через пару часов XSS на их сайте и на их же сайте показывает, what if this doesn't happen, because our security is amazingly good. Ну, окей, XSS это так, ну, детские проделки, да, на самом деле, ну, с кем не бывает XSS, ну, более конкретно сайт был, кажется, австралийского T-Mobile. То есть прошло пару месяцев, и у T-Mobile увели, повторяю, у T-Mobile увели уже несколько, два миллиона пользовательских данных. Сцена и текст пароля месяцев. Нормальтик. Сказали, похвастались. Хорошо, молодцы. Есть прекрасный такой блог IT Governance. Вообще у меня на слайдах очень много ссылок, я знаю, что вы прямо очень любите читать про security долгими зимними ночами, поэтому здесь будет очень много шансов. Так вот, есть прекрасный сайт IT Governance, это сайт из UK, где они каждый месяц публикуют отчеты, сколько уязвимостей до них как бы докатилось, сколько, о которых числе уязвимостей они знают, и они подсчитывают количество уведенных данных, ликнутых, где эти ликнуты, в принципе, миллионов записей. В среднем в месяц ликает от сотни до двухсот миллионов записей. Как вы думаете, это сентябрь. Как вы думаете, сколько в сентябре? Это как бы, на следующем слайде мы посмотрим, да? Шкала намекает, подожди. Так, 300, 400, еще. Нектора миллиарда. Миллиарда. Ну, в общем, почти миллиард. Просто сентябрь будет тяжелым. То есть понимаешь, что IT Governance, они как бы не специально следят. Соответственно, на самом деле учебших данных гораздо больше. Это только то, что попадает к ним на блог. Соответственно, в сентябре, ну, попало больше. Я смотрела в октябре, в октябре было немного меньше, решила не ставить на график, чтобы драму как бы не снижать. Но в октябре немного меньше. То есть в среднем за месяц сто двести миллионов записей. Некоторые думают, особенно о стартапах, это вот актуально. Некоторые думают, что, блин, у нас очень маленький проект, у нас нишевый проект, у нас очень мало пользователей. Или, типа, да кому мы вообще нужны? Нас доступ удобнее хакнуть. Винни Пег. Человек, сайт, который продает матрасы. Они тоже так думали. Ну, маленький, он продает матрасы, господи, кому нужны? Их хакнули, у них увели доступ к их серверам, где они продавали матрасы. Они не смогли продавать матрасы. Бизнес остановился. Они были вынуждены заплатить атакующему, чтобы вернуть доступ. Ну, им это обошлось очень дешево. Им это обошлось в районе 3-5 тысяч баксов. Просто за доступ назад. Это чтобы продолжить продавать матрасы. При этом им придется наверняка еще понять, где была допущена ошибка, из-за чего произошла утечка. Что-то переделать. Ну, и, возможно, поговорить с пользователями, кому не успели давать матрасы, достать матрасы вовремя. Соответственно, даже если ты маленький на бизнес, тебя все равно можно поймать хотя бы 3-5 тысяч баксов за них. Конечно, сейчас мы говорим про вот эти все утекшие данные. Это не только пароли. Это совершенно разные данные. Медицинские, финансовые, диалокации. Есть ссылка на самые ужасные хаки этого года, и мы недавно тоже опубликовали у себя на блоге, что самое кошмарное произошло с компанией после хаков. Штрафы — это легко. Многие компании стали банкротными и должны были выкупить огромные суммы пользователей. Так вот, а есть еще, не знаю, вы на хабре читали историю про трекер, про детские часы, типа смарт-часы для детей, которые позволяют смотреть на вашего ребенка в школе, в школу. Уверен, что таких историй было много. Конкретно то, на который я ссылаюсь, это вы, как родители, покупаете своему ребенку детские смарт-часы, ставите на телефон апчик, добавляете ребенка, смотрите, где он там на карте ходит. Я вам зашибись. Один из родителей решил посмотреть, что это задача на самом деле делать, провел трафик через прокси, через свой комп, обнаружил REST API, метод типа «добавить ребенка», условно говоря, подменил айдишник ребенка, добавил чужого в свою аппу. Потому что никакой айдентификации не было, и вот, пожалуйста, он так добавил, несколько детей, выбил ее локацию, чужих детей, вообще моих детей, просто по-эдишнику, по-моему. Он, естественно, написал об этом производителе, производил это питательство, и они сказали, что порешать. И вот он опубликовал это на хабре, и он спустя некоторое время со словами, что они прикрутили хотя бы хаттпс, клево, недостаточно, айдентификацию все равно не прикрутили, но... И никогда не знаешь, да, ты никогда не знаешь, какие из этих данных введут, или этот случай со Strava, приложение для бегунов, там, где обнаружили военную базу, потому что вы вокруг нее бегали. Ну, короче, утекает очень много разных данных. И я, если честно, уверена, что большая часть учебчик связывает, так или иначе, с ошибками именно в архитектуре, именно в проектировании. Например, из-за неправильного понимания скопа данных. Очень часто мы имеем представление про бизнес, ну, про бизнес-данные в нашей системе, что, как мы здесь собираем, но совершенно забываем о технических данных. Это логи, это экзив, мета-данные, картиночек, это вот как раз всякие креденции, раз. Потом очень часто наши облогах... Постоянно летят пароли. Постоянно. Потом очень часто наше понимание о том, какие данные защищать, не соответствует регуляциям. Да, есть GPR, HIPAA, PCI, DSS, DPB, закона, закона, закона персональных данных. То есть есть регуляции, где четко сказано, на какие данные вы должны обращать внимание. Кроме этого, технические данные в смысле логины и конденшалы. Мне для презентации быть сказано. Я потом, кто захочет, покажу вам пароль, запрос в гугле, который позволяет увидеть публичные файлы .env environment, которые лежат на сайтах, публичные, индексируются роботами, где лежат все конденшалы доступа в базу, фароли, в логины, фароли. Один из запрос в гугле, и у тебя целый набор таких данных с фаролями, в том числе в больнице. То есть первое — это неверное определение скоупа данных. Как правильно определить скоуп данных? За 40 минут я точно не успею, оставшиеся 30, я точно не успею рассказать вам, как в идеальном мире это все делается. Мы скорее так очень жалобком пройдемся по верхам, пройдемся про этапы, security control и tools, которые можно использовать. Итак, чувствительные данные. Определений очень много. Грубо говоря, это любые данные, утечка которых приводит к проблемам в работе бизнеса или пользователей. В криптографии, кстати, определение такое очень рекурсивное. Чувствительные данные — это те, которые обных данных вызывают чувствительными. Для нас это означает, что чувствительные данные очень зависят от типа бизнеса, от типа проекта. Это, естественно, это PI — personal-ledifiable information. Такие как имена, имейлы. Это то, что в GDPR определено как сколы персональных данных. Это те данные, которые идентифицируют объекты. Возраст, пол, раса, вероисповедание — куча. Кроме этого, медицинские и финансовые данные. Кроме этого, ваше приложение может непосредственно эти данные не собирать. Но, например, вы показываете контент в зависимости от preferences пользователя. Пользователь лайкает, вы показываете ему те или иные породы и котиков. И для вас это чувствительные данные. То есть эти preferences — это для вас чувствительные данные. И потеря этих данных приведет к усложнению работы бизнеса. Понятно. Если мы говорим про IoT, то для вас чувствительные данные — это телеметрия с тачек. Существует очень много методологий работы с чувствительными данными и разработки, методологии секундной разработки, если так можно сказать. Одна из самых известных — это SSDLC — Secure Software Development Lifecycle, где есть Microsoft-овская версия MS-DL. Она очень занудная. Она вот прямо выверенная до каждой буквы, но очень занудная, тяжело читать. И есть такая более хипстерская, более новая OWASP-овская версия. И те, 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 те. То есть ты вот по этим ссылкам ты можешь прочесть обе, выбрать, которые тебе больше нравятся и помогать тебе определять. OWASP знает, чем занимается OWASP. На OWASP куча гайдов. Это некоммерческая организация Open Web Application Security Project. Некоммерческая организация сейчас занимается не только вебом. У них очень много гайдов, чит-шитов, разной информации. Приходи, да хотя бы читай. В общем, SDL — это скорее как tips and tricks. Он не покрывает конкретные use-кейсы, но в общем говорит, что для того, чтобы написать более безопасный софт, в типичный процесс разработки софта, нужно включить еще несколько этапов. Каких? Осознание рисков. Рисков к данным, рисков вашего приложения. Приоритизация этих рисков. Понять, какие риски из них нереальны, какие более реальны. Построить модель угроз. Построить модель доверия. Выбрать security-план. То есть, что из этого мы будем имплементировать, где нам нужно защищаться. Потом security-coring. Какими инструментами, библиотеками, сервисами мы эти риски закроем. И, наконец-то, мы это повторяем, мы верифицируем, это все тип-топ. И повторяем, вставляем свой CI, да, постоянно об этом вспоминаем. И главное, incident response, если что-то произошло, реитерируем. Incident response это вообще такая отдельная тема. Невозможно, то есть, в security, job is never done. И это такого, что ты сделал, и все, и пошел гулять. Ты сделал, и постоянно держишь руку на пульсе, тебе постоянно есть мониторинг, ты постоянно читаешь новости, обновляешь систему, ставишь новые патчи, библиотеки и так далее. Чтобы предотвратить даже потенциальные утечки. Сейчас мы посмотрим небольшой пример, как определить цикл данных и security control в каком-то абстрактном приложении. Нет, это не абстрактное. Это похоже на веб-сайт e-commerce, который продает там кроссовки. Очень простая контейнер-диаграмма, лучше high-level. Уверена, вы строили уже веб-сайты для e-commerce, например, магазины. Устроили магазины. Да. Окей. У нас есть web-frontend mobile, например, есть какая-то админка. Вот этот вот prediction service, который говорит, эти кроссовки ты купишь скорее. Главное – god object, который все это делает в процессе. Аналитики разного рода анализируют лучше всего. Разные базы данных для хранения айтемов, для хранения пользовательских покупок. Наверняка здесь еще есть хранение логов. Такая очень примитивная схема. Хранение логов и так далее. Логистика, payment. Разобрались. У нас какая-то диаграмма. Это может быть компонентная диаграмма, это может быть контейнерная диаграмма. Нарисовали. Строим data flow. Опять-таки, либо вы умеете строить data flow-диаграмму, либо вы строите из контейнерной диаграммы. Посмотрели, как данные проходят из одного компонента брегора. На каких компонентах данные входят, где обрабатываются, где выходят. Обозначили. Здесь же вы, ну вот input, output, processing storage. Здесь же вы уже можете предположить, так вот, уже сделаем наметки, где хотелось бы пользователя аутентифицировать, где у вас есть админы и команды саппорта, какие данные доступны к ним, где вы должны как-то вручную, нет у вас полной опубликизации, и ваши bewопсы должны вручную ходить на сервер, что там делать. Соответственно, где они берут технические данные, где они берут credentials и так далее. Поставили на карту, начали задумываться. Что это за данные? Как-то их очень дофинают. Да, давайте мы их как-то классифицируем. Давайте попробуем понять, какие данные более sensitive и менее sensitive. И с точки зрения нас, как бизнеса, с точки зрения нашего SLA, что мы обещали пользователям. С точки зрения пользователей. Какие данные технические, какие нет, какие данные вы получаете, какие данные вы вычисляете на основе. И, естественно, регуляция, незабываемая регуляция, где четко сказано, что где еще здесь нужно защищать, а чем здесь нужно помнить. Прикидываем, какие к этим данным, какие нам грозят риски. Обычно, с точки зрения данных, мы говорим про три больших группы риска. Это утечка данных, изменение данных и не авторизированный доступ к данным, которые приводят к потерям. Мне больше всего нравится говорить про потери бабла. В общем, все становится типа, privacy очень важно, законы. Бабло! Репутационные риски очевидны. Ваша компания появляется, как Marriott. Да, все гудят, боже, Marriott Hotel. Я там останавливалась, какой кошмар. Legal responsibility. Приходят GDPR, как их называют, контроллеры, и говорят, ой, тут мы вас написали, предъявите, пожалуйста, что вы сегодня данные защищаете и как. Соответственно, эти же, ну, из разных стран, по-разному, в зависимости от законов, приходит тот или иной орган, который такой, это, докажи. И, если ты не доказываешь, штрафы. Под штрафы, потери акций. Вот в случае с Marriott, он как раз очень прикольный тем, что это не просто такой хайп и кошмар. У них так хорошо упали акции. Да, через пару дней наверняка поднимутся. Пока это финансовые потери. Штрафы — это финансовые потери. Уход пользователя — это финансовые потери. Нужно инфраструктуру переделать — это финансовые потери. Нанять security команду, потому что очевидно, что вы не справились. Это финансовые потери. Нанять еще аудиторов, контестеров и так далее, то есть там offensive-defensive security команда — это финансовые потери. Все реально упирается в углу. Извольните его на CSO. Да, это если у вас есть CSO или нанять CSO. Нанять, сказать сорян и уволить. А также сделал… кто же это сделал? Это же типичный enterprise-паттерн, когда ты знаешь, что у тебя что-то происходит, и ты нанимаешь со стороны человека, потом там скрывается инцидент, и ты говоришь, что это же его ответственность. А ничего, что он только месяц как на работе, нет? Ну вот так весь год так заработал? Да. Ну, по периоду. По периоду. Ну, кстати, еще к финансовым потерям — Uber. Помните, сколько Uber платил хакерам, чтобы они целый год не открывали, что Uber хакали? Они сто миллионов. А за такие в Европе некийский штраф получают? Да, согласно GDPR, до 20 миллионов евро или 4%… Так, так, даже по старому законодавству до GDPR не раскрытие витоку. Просто меньше штрафу, но они бы могли получить штрафу. А сейчас еще и из-за GDPR у вас есть 24 часа с момента, когда вы узнали про инцидент, чтобы о нем сообщить. Хотя бы GDPR он… Короче, едем дальше. Перейдемся из лобла в данные. То есть осознали — это данные, с которыми работает наш магазин, там пользовательские данные, здесь снизу технические сертификаты, какие-то данные нашей маркетинговой команды, sales schedule. Кстати, многие данные — это же не только утечка, как бы все плохо. Это очень часто инсайдерские риски или проделки конкурентов. То есть из-за того, что пользователь потеряет свой пароль по индексу, ну, сорян. А если конкуренты будут знать ваши sales schedule или ваши финансовые репорты, или, как было в одних компаниях в Украине, мобильные операторы, совершенно случайно контрактному абоненту одного мобильного оператора начали приметать очень выгодные условия контракта для другого мобильного оператора? Как же это так произошло? Написи в снизу технические риски приводят к огромным детям главы. Классифицировали данные. Осознали, разбили их на кластеры. Молодцы. Порастали на карту. Ужаснулись такие, думали, господи, что с этим всем делать? Данных дофига, они все разные, они все на разных компонентах, тонким сломально сосредоточены. что теперь, как же нам всех их защитить? Наверное, надо надеть шапочку из фольги, умотаться в фольгу и сидеть и защищать все. Это, кстати, точка, вот эта точка невозврата. Я знаю, я сталкивалась с такими случаями, когда инженеры понимали, как много у них данных, что надо что-то сделать, но мы не знаем, что. что? Вот давайте забьем. Это ж МВП. Это ж КИРСИ. Господи. Это что-то надо делать. И очень часто такой паттерн, это типа, боже, надо же защищать все. Офигенно, но не очень практично. То есть мы все говорим, инженерами, говорим, что, к сожалению, у вас, скорее всего, не получится защищать все. Поэтому давайте смотреть из реального мира. Давайте определим компоненты более доверенные, менее доверенные. Давайте пройдемся по рискам, определим риски более вероятные и менее вероятные, и сосредоточимся в нашем секьюрити-плане, сосредоточим его по критичности, да, по первоочередности. Если проводить примеры такого реального физического мира, представьте, что у вас есть метро. Черт, а давай мне такой пример. Ну, представьте, что у вас есть метро. И у вас такие проблемы либо на главной станции потолок побелить, либо у вас там где-то рельсы расходятся и надо прикрутить. Да, и очень часто в секьюрити-миле мы потолок пилим. В смысле, красим потолок, кстати. Если мы потолок перепилим. Такое получается. Вместо того, чтобы пойти и рельсы крутить. Это потолок. О, я говорю, слушай, поезда будут ходить туда-сюда и все будет нормально. А потолок это ж... Надо ж кнопку перекрасить. Боже. Как он ее бомбит? Ладно, идем дальше. Как понять, что из этого рельса, что из этого потолка? Мы к каждому углу на нашей компонентной диаграмме либо контейнерной диаграмме в такой очень высокий вернем стакции, задаем вопрос. Какие данные нужны этому углу? Как много данных? Если у вас, опять-таки, JSON-транспорт и у вас там огромные-огромные модели из 30 полей, а этому углу нужно 4 поля. Хотелось бы, все-таки представить 4 поля, они сразу все модели. Да? Если этому углу в принципе не нужно обрабатывать никаким образом чувствительные данные, то не нужно их туда пересылать. Если это какой-то gateway, через который данные по любому сути проходят, то не нужно проходить зашифрованными. Первый вопрос. Второй вопрос. А можем ли мы доверять этому углу технически? У кого есть доступ? Где эти записанные на бумажке под клавиатурой пароли? Ну? Ну? Если это физический сервер, физическая сервер, серверная, у кого есть физические ключи. Если это Amazon либо Google Cloud Platform, у кого есть доступ виртуальный к этому слову. Можем ли мы доверять этой среде? Где наше доверие в этом заканчивается? Потому что клауд это тоже чей-то компьютер. Это же не магическое озвуко, в котором все хорошо звучит. Дальше. Если этому узлу нужен plaintext, если ему нужен sensitive plaintext, если ему нужно обрабатывать учительные данные, кто этот sensitive plaintext подготовит? Кто его расшифрует для этого узла? Кто терминатор доверия? В смысле терминатор? Понятно. У кого есть ключи для расшифровки данных для этого узла? Где эти ключи лежат? Какое хранилище? У кого есть доступ к этим ключам? И наконец-то. После таких сложного ассессмента каждого узла остается главный вопрос. Мы понимаем, какие данные он обрабатывает, насколько это чувствительные данные либо нет, насколько этот узел доверен либо нет, у кого этот узел должен попросить данные попросить доступ, либо там не должен. Соответственно, какие security контроллы нам нужно применить к этому узлу, чтобы, если он недоверенный, и обрабатывает чувствительные данные, чтобы дотянуть уровень доверия до такого, который мы считаем приемлемым в нашей инфраструктуре. Здесь, конечно, есть такая твики . Приемлемая. Показываем это на нашей диаграмме. Соответственно, это узлы доверенные и менее доверенные. Workfrontend считается очень недоверенным всегда. Прямо очень недоверенным. Потому что код, который нам выполняется, его можно подменить без того, чтобы клиенты сервера в вашем доме. Mobile environments чуть более доверен. Данные, в которых вы храните пользователей и их заказы и финансовые данные это прямо такое место красное на инфраструктуре и его очень сильно нам защищать. Здесь же логистика, здесь же орган процессии. Ну короче, здесь привезло только предыдущий сервис, и то кажется потому, что он работает с анонимными данными. не имеет доступ к реальному. Такая штучка называется Trust Model. Либо модель доверия. Модель доверия показывает, что некоторые компоненты более доверены, чем другие, и соответственно для недоверенных компонентов мы должны выбрать такие security control чтобы увеличить время доверия. Такие бывают security control. Это здесь на предыдущих докладах я слышала про разграничение доступа. Разграничение доступа это один из security control но один из. В принципе security control это может быть СУЗа, это может быть сервис, это может быть способ coding patterns да, то есть способ в коде, которым мы так или иначе помогаем предотвратить риски. Security control в общем делится на проактивные которые эти риски пытаются минимизировать, защитить. И реактивные. Когда что-то уже произошло мы стараемся снизить ущерб. И пытаться во-первых обнаружить что-то происходит во-вторых снизить ущерб. Так вот то что мы говорили GDPR и 24 часа время реагирования. Вы знаете какое сейчас среднее время? Сколько часов средние эти компании в принципе компании уходят на то, чтобы узнать что их хакнули? 2 месяца. Еще варианты? 2 месяца. Еще варианты? 8 часов? 8 месяцев? В среднем я читала 175 дней. 175 дней. В одной статье видела в другой 200 дней. О некоторых инцидентах компании не узнают в принципе. Да? То есть реактивные контролы нам помогают узнать что-то произошло. с точки зрения данных как нам защищать данные? шифрование. Шифрование шифрование из много разных типов, много разных видов. Такое используют It depends. Сегодня у нас более high level штука. Если что, мы можем поговорить об этом на первое. Доступ. Защита доступа. фаерболы аукентификация средства операционных систем я просто уверена что вы это все знаете поэтому я так чисто намечаю какие-то штуки. Да? Конкретно security конкретного угла инфраструктурная security это значит вы убеждаете что каждый узел физически либо виртуально защищен опять-таки это фаерболы это компартментализация средства оси. Знаете что такое компартментализация? Знаешь сколько я тренировалась? на английском это звучит компартментализация по-русски перевод потрясающий компартментализация да с собой нравится от слова компартмент которое означает разделять то есть компартментализация это способ разделять задачи доверия доступы как в предыдущих слайдах когда предыдущего спикера когда были разделенные воркспейсе правильно? вот это пример компартментализации я еще по тайрам и джащитмен изольованный окремо это пример хорошая компартментализация и это как раз проактивный контрол это то что нужно делать в первую очередь но без реактивных контролов не туда с точки зрения данных реактивный контрол это authenticated cryptography не достаточно просто зашифровать кусок данных есть целый набор атак начиная от простого заканчивая атак на определенные блочные либо поточные шифры такие как bits flipping где можно изменить ciphertext таким образом чтобы был изменен plaintext ну то есть ты даже не можешь не расшифровывать атакующий даже не расшифровывать данные просто изменить зашифрованные данные и данные тексты будет нормально соответственно если нету аутентификации вместе с шифрованием ну сорян аутентификация важна интегрировать ачейки сюда же важны подписи их марки и так далее с точки зрения доступа это access logging он же audit logging знаете это это такие логи в астероидах это логи доступа кто получил доступ к этому узлу когда что сделал когда вышел причем для этих логов очень важно быть достаточно сложными чтобы нельзя было просто взять и поделать то есть обычно это связано с списком ты не можешь просто взять и поменять какой-то лог Honey Potty слышали? не слышали? Honey Potty дословно эти горшочки с медом это фейковые таргеты фейковые мишени в нашей инфраструктуре в коде на серверах которыми вы привлекаете атакующих если мы говорим про уровень кода то это например в коде у вас hardcode API токены либо ключи либо логины пароли которые не настоящие фейковые которые фейковые если мы говорим про инфраструктуру то это могут быть открытые порты это могут быть API запросы которые вы используете фейковые вы приманиваете атакующих в эти фейковые места и правильно как ты говоришь вы мониторите и логируете когда вы понимаете что к вам ломится пользователь тест а это ваш фейковый пользователь то вы понимаете что кажется вас пытаются атаковать надо что-то делать например баните либо наоборот даете очень хорошая тема это вы как раз не баните а вы даете страничку сайта или ответ на запрос который атакующего не скажет что он наружу да точка в инфраструктуре вы открываете порты открываете запросы и опять-таки смотрите всталомиться что-то делаете это называется honeypot в другой терминологии у гугла это называется tripwire растяжки с точки зрения данных например мы используем это называется poison records это определенные ячейки в базе данных которые не должны никогда читать и соответственно если их читает значит базу пытается утащить дальше ну и для узла соответственно EDS мониторинг очевидно еще одни реакции контролла которые помогают сузить ущерб управление включаем бэкапы бэкапы делаем бэкапы зашифровываем управление продающего мы не позволяем всем видеть все снижаем роль максимально jail bands это дословное когда увидите что пароль ломится и вы блокируете через несколько например через три покрытки пароля неправильно вы либо блокируете либо имейн отправляете по сорям патчи патчи обновления библиотек то есть вкратце можно записать как-то так понимаете что за данные ваша система процессит понимаете какие данные из этих чувствительные не только согласно тому что вы думаете ну что говорят регуляции какие технические данные вы собираете понимаете риски понимаете модель доверия приоритизируете риски по тем которые скорее всего произойдут и те которые скорее всего не произойдут ну и наконец-то комплиментируете правильное секреты контрол вот этот библиотеки и сервисы это последний шаг мы не используем там какой-нибудь планк потому что мы знаем что планк это круто мы сначала проходимся а нужен а где нужен и только тогда принимаем это решение и одно это сложно есть такой хороший принцип принцип наименьших привилегий все что не разрешено то запрещено это то с чего вы начинаете так вы строите свою инфраструктуру deny all deny all и в процессе разработки принимаете такие правила нужно прекратить но главное что тогда если ваш buff of concept не дай бог станет продакшеном как бывает что ты тогда слышала то хотя бы у вас там будут более-менее нормальные секреты правила а не все открыто так я вижу вы устали выдыхаем смотрим на котика так смотрите у нас еще два пытания давайте один из двух пытаний либо мы выбираем сейчас посмотрим про факторные которые есть паттерны доверия которые могут быть в ваших инфраструктурах либо про конкретные секьюрити контролы тузы и ссылки и то и то и то если вы и то и то Женя то мы же держимся хорошо паттерны самый типичный паттерн как мы скорее всего делаем у нас есть время есть время космос так вот самый типичный паттерн это все знают все вот я постоянно встречаю такую инфраструктуру я уверена вы тоже такое писали и вообще пишете это когда у всех компонент есть доступ к базе данных все используют один и тот же API естественно API скорее всего без аутентификации либо это аутентификация только на какой-то стороне естественно мы все храним в plaintext либо нажимаем галочку database encryption и думаем что мы в домике если мы говорим про транспорт очень часто бывает TLS вне сети и plaintext вне сети либо если мы используем TLS мы используем прости господи TLS 1.1 так кто-то использует TLS 1.1 конечно мы используем TLS 1.1 мы используем TLS 1.1 мы используем TLS 1.1 хорошо давайте так кто уже переехал на 1.2 на 1.3 письма о о я насасываю так вот использование старых протоколов допуск уязвимостей логирование очень круто когда у вас есть логирование очень хреново когда вы логируете все включая секреты включая пароли постоянно постоянно твиттер недавно сказал что ой кажется мы логировали пользовательские пароли пожалуйста помняйте пароли макосе помните вот access security в макосе недавно была бада что ты можешь залогиниться под рутом написав root как юзернейм оставим пустым пароль но дважды нажав enter security и они выписали это потом поняли что ой это была дебак версия сорян и в той же несчастной макосе в ней же когда все утихли обсуждать вот этот логин они обнаружили что этот пароль в plaintext логируют в общем хранилище логов в макосе может зайти просто так потом даже когда они это починили все логируется то есть логирование sensitive логирование секретов это прямо антипаттерн наверное большинства компаний ну естественно отсутствие мониторинга да круто вы мониторим вы мониторите скорее всего цепь память место на диске а кто мониторит аномалии пользовательского поведения кто мониторит сколько ошибок на сессию у этого пользователя сколько неправильных логинов что пользователь получает доступ к другим таблицам которым он не должен это другой уровень мониторинга это такой мониторинг который кстати помогает порешать систем системы типа того же банка очень крутой способ разработки очень быстро performance let's get things done fast efficient если у вас есть security команда а мне так не будут как из текущей инфраструктуры перейти чуть более безопасно еще один паттерн второй сужение и контроль доверия мы сказали только что про реактивные проактивные security control этому я не буду повторяться чтобы из все знают все перейти в чуточку лучше мы ограничиваем доверие в наших узлах разные API разные базы данных разные таблицы ограничиваем данные не используем больше чем надо постоянно удаляем старые данные то есть минимизация анонимизация псидонимизация шифруем данные правильно храним кучи шифруем макапы защищаем транспорт и все все мониторим easy easy as that но можно пойти глубже уровень паранойи он в общем никогда не заканчивается есть еще один паттерн в инфраструктурах это zero knowledge либо no knowledge системы слышали? нет? нет ну это просто термины новые идеи системы простыми словами zero knowledge architecture это такой дизайн принцип в котором данные зашифрованы тогда когда они выходят с client-сайта то есть система обрабатывает данные в зашифрованном виде хранит зашифрованным шарит зашифрованным индексирует зашифрованным blind индекс называется индексирует зашифрованным также эта архитектура называется no knowledge architecture потому что сервер не знает ничего про природу данных как такое построить? обычно это строят на end-stranded клиентах соответственно к нам сразу проходят архитектуры построенные на мобильных построенные на железяках либо это мобильные где уже встроенные железяки типа где мы можем создавать криптовалютические ключи и хранить либо это десктоп система с интеграцией H7 TPM либо ну вообще встроенные тэр его классно поломали рукамерам увы все ломается об этом будет мой последний слайд и второй шаг что как раз то что я говорила все операции на зашифрованные данные хотите добавить данные в данную на клиенте шифруйте добавляю зашифрованные изменяйте зашифрованные шарики зашифрованные поиски зашифрованные данные такие системы прекрасно работают не везде Прекрасно решено это в мессенджерах. Есть куча end-random-created messengers. Какие вы используете? Сигнал, Telegram, Wire, Skype, WhatsApp, Facebook, Telegram, Wire. Да, плюс-минус, то, что считается. Сигнал тоже недавно поломали, несмотря на их офигительный протокол транспортный, они хранили хистори на девайсах. Так вот, для мессенджера… Они затрактуют, что это насправді не елікти, потому что они не контролюють девайси, и это не их default. Для того, чтобы расшифровать хистори, нужно делать один вызов. Для того, чтобы расшифровать, нужно делать второй вызов. Все. Ну то есть да, я понимаю, что всегда можно сделать оправдание, но это прям очень неприятно. Питание просто, где ключ? Ключ они мусят все равно на девайси стримать. Либо они генерят ключ из пользовательского пароля. КДФ, когда пользователь не пройдет идентификацией, мы данные не расшифруем. Это питание, типа, всегда компромиссу между UX и… Безусловно. Получается, что нужно авторизовать пользователя щоразу при входе. А у тебя не так сигнал настроен, он так и настроен. Натрон сигнал поднимается, он сразу просит Touch ID. Так вот, ладно, не будем глобляться в паренойи. Кроме мессенджера, мессенджера, да, это еще хорошо решено в аутентификации. Есть протоколы, есть смейство протоколов, Zero-Naluch-Proof протоколы, которые позволяют сравнить секрет в обоих сторонах. То есть у нас есть пришаренный секрет, клиент-сервер, например, не передавая этот секрет к сети, не передавая его хэш к сети. Есть итеративные, не итеративные. Не итеративные, чрезактивные используются в крипто, как и все комьюнити, и так далее. Итеративные, например, используются у нас. С данными немного сложнее, потому что коллаборировать над данными и при этом end-to-encrypted – это достаточно тяжело. Опять-таки, счастье, есть лжи. Вот это паттерны, да? То есть от паттерна все знают все. Не сложно перейти в паттерн. Не все знают не все. И следующий уровень паранойи – это никто ничего не знает. Многие системы именно вот так вот и планируются. Ну нет, мы, например, недавно делали интеграцию, где-то за полгода мы переехали с… Все знают все. Тогда у чебокам пришлось сделать вместо веба дескоп. Но это было связано с эффектами. Давайте теперь про тулзы. Какие тулзы выбрать? Какие сервисы? JPG какой-то у нас. Здесь ответ – it depends. Зависит от того, какая у вас вискейс, какая у вас система. Нету такой штуки, когда Настя выходит и говорит – это тут за супер. Все используют все ее. Нифига. Обычно хорошая идея – взять минимум инструментов для закрытия максимума потребностей. А потом уже это развивать. Да, следить, реагировать и постоянно улучшать свою систему. Например, с firewall-ами и intrusion detection-системами. Хорошая идея – мониторить не только периметр, мониторить еще внутреннюю сеть. Сети между хостами используют не только intrusion detection-системы, но и хост intrusion detection-системы. Есть, кстати, особый вид firewall-ов, которые следят за данными. Да, ага, я закругляюсь. Которые следят за данными. Наверняка вы знаете WAV – replication firewall. Для этого есть database firewall-ы и особые SQL firewall-ы. Они все работают хорошо вместе. То есть не обязательно выбирают только один тип. Это конкретно firewall-ы по данным. Какие данные вы читаете? Ой, кажется, это приложение. Представляете, где отсюда звездочка? Торян. Конкретно, по-моему, я слышала, что вы любите бесплатно. Это значит, клиенты любят. Ну понятно, вы тут ни при чем. Acra. Acra – это наша консорс. Это система для защиты данных в централизированных архитектурах. Веб, мобайл, где данные собираются в одну базу данных. Acra – это точка доверия, которая обеспечивает расшифровку данных. Естественно, клиенты, даже взлом клиента, либо взлом девайса, платформы, либо взлом базы данных не приводят к утечке данных. Потому что они не имеют права, не имеют возможности данные расшифровать. Так, у Acra Firewall, у других детекшин-системы, в пользу драйферда, ну короче, кроме криптографии, целый набор приятных систем скандалов. Похожая идея у GreenSQL от компании HexasU – это Database SQL Firewall. Следит за утечками, следит за SQL-запросами. Естественно, Oracle и свой набор кузов, там тот же Oracle Database Firewall и TDE – Transparent Database Encryption. Ciema. Я уже слышала краем уха про Ciema, то есть концепт вам знаком. Или только, или не всем. Хорошо, значит, Ciema. Security Information and Event Management – это сервисы, которые позволяют вам агрегировать логи, метрики, трейсы событий с ваших applications, анализировать, выставлять alerting, выставлять правила. И, соответственно, реагировать на потенциальные инциденты и утечки аномалий. Обычно в Ciema имеет смысл строить правила о том, что кто-то пытается что-то прочесть, но что он не имеет права. Либо, что сейчас читается огромное количество данных, аномально огромное, да? Либо, что данные читаются не авторизированным пользователям, либо на какие-то типичные атаки, которые вы знаете, что в вашей инфраструктуре вы очень характерны, определённые. И, кстати, очень хорошо ещё ставить правила на количество ошибок. Но только error rate начинает превышать обычный, что-то не то, что происходит. Ну да. Вот он выявляет аномалией, то есть… Да. Вот он выявляет аномалией, то есть, если вы говорите, чем мы полезны всем, почему это как отдельный пласт, потому что сами мы такого не напишем. Ну, там уже есть фига, она готовая. Главное – это правильно настроить alerting. Бесполезно, если он выявляет аномалией, никому об этом не говорит. Ну, или никто не читает в качестве, ну типа. Про аудит-логи я уже сказала, логи на стероидах, что вы логируете именно доступы к данным. Главное, что эти логи должно быть тяжело подделать. И главное, что их должно быть просто анализировать. Ну, например, у Google Cloud Пляшку есть такие логи, либо есть сторонние инфраструктуры, которые вам позволят такое экспортить. Шифрование данных. Шифрование в покое, очевидно. Шифрование разделяем, шифрование и расшифровку. Есть для вас обычное. Симметричное шифрование. На вашем PHP веб-сервере, где ключ к шифрованию – в шут в код, либо в environment. Грош цена такому шифрованию. Взлом веб-сервера приведет к расшифровке все данные. Да, тут важный хороший паттерн – это разделить. Клиенты у вас умеют шифровать, но не умеют расшифровывать. И какая-то доверенная зона в вашем паттернуре умеет расшифровывать. База данных хранит зашифрованные данные на понятия не имея, что такое. Транспорт, естественно, зашифрован. Хорошая, опять-таки, идея компактментализации. Используем разные ключи, разные доступы для разных клиентов. Шифруем даже разные ключи. К сожалению, в криптографии есть очень много разных библиотек. К сожалению, большинство написано криптографами. Криптографы очень специфические люди, очень далекие разработки. И очень часто 82% ошибок при использовании библиотек происходит от того, что девелоперы не прочитали документацию. Не знают режим работы блочных шифров. Используют один и тот же нонс и интенсационный вектор. Ну, короче, девелоперы не знают криптографии – это нормально. Хреново, что есть такие библиотеки, которые позволяют их миссьюзить. Соответственно, как найти хорошую библиотеку? А можно работать везде. Быть, иметь хорошую стильную криптографию, быть проудированной. Не давать девелоперу выбирать программы работы. И наконец-то интегрироваться с их внешним ключей. Например. Например, такие. «Темис» наша, «Обёртка на Google SSL». «Тинг» гугловская. «Темис» поддерживает здесь платформу «Тинг 3». «Липсодиум». Ну и «Липсодиум» – это известный «Обёртка над NHCL». После сайонии «Гугл» затронет больше звёзд, чем «Герхан». Они только опубликовали, у них сразу там 5000 звёздочек. Мы, короче, за 4 года едва его набрали 600. Я не знаю, хоть котиков там 100 библии. Ну, в общем. «Липсодиум». «Липсодиум» обёртка над NHCL. «Агриклор», известный при теоретических библиотеках. Но «Липсодиум» может быть тяжело установить. Ну, директором может быть тяжело использовать, потому что оно либо портировано на другие языки. Ну, короче, API не одинаково на разных языках. Всё досичное. Да, её бывает тяжело конференд поставить и далее. «Темис» постарается тоже сбежать. «Типсар» тоже удалось в библиотеках. «Датейн-мощен». Поговорили. «Хороший транспорт». Что такое «хороший транспорт»? «ССЛ» недостаточно. Ну, в смысле, давайте так. «ССЛ» забыли. «ТЛС-1.1» — ну такое. «ТЛС-1.2» — получше. «ТЛС-1.3» — длинные приватники. «Хороший Certificate Authority». «ТЛС» — централизированная система. Куча, куча уязвимостей получается из-за того, что данные, что плохие Certificate Authority выдают сертификат. «Воссайн». Помните «Воссайн»? Certificate Authority дает сертификат не владельцу домена. Либо в некоторых странах, таких как «Россия», «Казахстан», «Грузия». Нет, не «Грузия», а «Турция». Там государство может прийти в свою сертификат. А тут хороших нема, если семантик налажало бы выручку. «ТЛС» — это круто. «ТЛС» как бы нужно нормально выстроить, он будет крутой. Там HSTS — хэдеры для вебов. То есть можно. Но сама система, сама вот эта «Всайн»-процентруктура, она централизированная. У нее есть проблемы. Что делать? Использовать протоколы криптографические для защиты транспорта. Ну опять «Всайн». «Ноиз». Протокол для… Вот эта грузка. Эй. Тешифрованной коммуникации. «Акселот» — это протокол для мессенджинга. «Акселот» — сугубо для мессенджинга. «Ноиз» и «Теннис» можно построить любой. Суровать любой транспорт. Хоть и такой будут аэросокеты. Для end-to-end нету хороших. Очень мало хороших фреймворков. Есть продукты, которые тебе говорят. Вот у нас там LAFS — это продукт, это файловая система, в которую ты, как пользователь, выгружаешь свои файлы, она их разбивает на чанки, шифрует, раздаёт по разным серверам. Да, это продукты. Для вас и для инженеров, и для архитекторов фреймворков строительную экосистему пока очень мало. Один из них, Владимир, работали два года, это Гермес. Написали криптографические пейперы, выложили профоконсорты, выложили продукты в библиотеку, этого консорта бесплатно. Есть продукты. Если вы не шарите секурити, то и походите. ZeroKit от компании Trezorit и делает то же самое. Это end-to-end middleware, это только платно. Зато у них интеграция с Apple CareKit. Honeypot. Ну, я рассказала, что Honeypot нужен. Главное — это триггеры, главное — следить. И код, напевно, в ничем репозиторий тримает. Я знаю одну продуктовую компанию украинскую, которая делает Mac-приложения. Приложения там Mac. У них эти приложения очень часто воруют. И они расставляют в своем коде фейковые таргеты методы типа Is user a pro? True-false. Да, потому что их софт воруют для того, чтобы купить себе Pro лицензии. Соответственно, у них по коду очень много вот этих методов типа я pro или я не pro, которые на самом деле не вызывают или вызывают, но не используют потом. А настоящий метод, который позволяет найти купленные закопы. Это очень глубоко. Так же они, кстати, опусцируют свои UI-файлы. Потому что у них как-то своровали UI. Ну что, посворовали их UI, перекрасили в другой цвет, выпустили продукты. Которые делают, ну, из которых по факту ничего не делают, потому что IP они не смогли своровать. На которые продажи, ну, у них отнимают пользователи. Так вот. Чтение. На Home Reading у ОВАСПа огромное количество потрясающих гейдлайнов. И для архитекторов, и для программистов архитектор думают, как хранить пароли. Будут потом слайды. Ну, давайте. Слайды потом будут, эти ссылки нажимабельные. Давайте, короче, summary опять этот слайд. Я думаю, вы запомнили уже. Запомнили. Подумали про данные, проанализировали какие, согласились с регуляциями, осознали, осознали риски, осознали, какие риски более приоритетные, какие доверенные компоненты, что мы делаем с недоверенными компонентами, что делать, рассказала. Паттерны есть, security control есть. Вот. Последний слайд, о котором я говорила. То, что мы сейчас думаем, что это безопасно, то не знаем, что это безопасно. Далее мы завтра будут, мы можем сказать, что только на текущий момент мы предполагаем, что система не взломана. Всё. Мы завтра проснёмся, она будет завтра взломана. Мы проснёмся, там будет критическая визимость по-новому из алгоритмов шифрования, который мы используем. Либо кто-то очень обиженный, уволенный. Ещё ссылки. Ещё ссылки. Ещё ссылки. Давайте посмотреть. А, это я специально для вас подобрала. Про backend security, тоже паттерны и идеи. Про, это офигенная, Sam Newman. Слышали? Sam Newman. Очень крутой чувак про микросервисы. У него потрясающие, у него есть книги, у него потрясающая лекция про безопасность, транспорт между микросервисами. Security as a product, это так, чтение колосс и свободный вечер. Про базы данных. И, наконец-то, комьюнити. Если вам нравится тема, если вам нравится, если хочется узнать больше. Больше, конечно, security докладов, как ни странно, проходит у эти комьюнити. Хорошо, что в Украине есть дофига всего. Есть GitHub репозиторий с конференциями. Есть у вас во Львове, есть у вас в Chapter, в Киеве, в Днепре, в Харькове. Есть у вас в Chapter и в Одессе, по-моему. Есть Besides. Ну, короче, гуглите, есть народ, занимаются. К сожалению, в основном security people не имеют, они не администраторы. И бывает тяжело найти точки пересечения, но очень прикольно этим приходить и стролить. Все, спасибо. У нас есть вопросы или давай пойдем на перерыв и будем... Ладно, хорошо, вопросы? Давайте я вам задам вопрос. Сколько было котиков во время этой презентации? Три. 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 Два. Один. Один. Я сейчас один помню, а где было два? Один. Два. Два. Это правда. Два котики. Один. Три, потому что фольга была сейчас окуляром. Спасибо за трех вопросов. Спасибо за трех вопросов. Вы сказали, что одной из проблем безопасности бывают, ну, как бы certificate authority, которые иногда немножко упоротые. Да. А что профессиональные аудиторы безопасности думают о Let's Encrypt? Он идет на дно, есть потенциал? Мы, давай так, не знаю, что думают профессиональные аудиторы, мы не профессиональные аудиторы, для того, чтобы быть аудитором на лицензии отдельная. Но мы, как криптографы, как security engineering думаем о Let's Encrypt a case. Особенно нам нравится эта идея ротейтить сертификаты каждые 90 дней. Нормасик. И, в принципе, ну, кастомеры, которые приходят за нашими security продуктами, они либо пользуются Let's Encrypt, либо мы им советуем пользоваться. То есть, давай так, пока, но… Окей, ну это же просто комьюнити, то есть, по идее… Да, но это комьюнити криптографы, ну, security people. И вот как раз к ним есть доверие, потому что это люди, которые работают в Google и, если я правильно помню, в Mozilla Foundation. Да, то есть, это такое комьюнити людей, которым не все равно и которые вкладывают. А certificate authority – это как органы, которые хотят заработать денег. У некоторых это получается легально, у некоторых получается менее легально. Спасибо. Передай мы хакнули. Большое спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Если что-то случилось, что какую-то там компанию, ну, типа, как Gidin хакнули, в кроли попали как в LineTech сеть, есть какие-то паттерны, там, практика, как минимизировать, ну, потери компании, это там, финансовые, там, аудиторию, репутацию. Есть что? Как, так сказать, идея, как отдельный файлорк. Что они делают? В первую очередь, еще на берегу. Еще тогда, когда система разрабатывается. пишется security policy, security plans, то есть мы документируем то, что у нас есть, и какие security control мы применили. И, кстати, GDPR это требуется. Для того, чтобы после инцидента мы пришли к органу и сказали, смотрите, смотри, я с Гелель. Я что-то делал. Я старался. Да, первое. Второе. У нас есть так называемый incident response plan. Мы тоже его пишем на берегу. То есть мы прикидываем, где что может утечь, пока оно еще не утекло. Какие пароли нам нужно будет сменить, какие сортировать. Например, если это утечка пользовательских данных, мы, естественно, все их пароли ратируем. То есть все, по сути, их пароли, там, их хэши удаляем из базы. И отправляем им всем емейлы, сорян, чувак, подебный пароль. Вот прямо тут же, только мы поняли, что это утечка, мы все сессии их инвалидируем. Активные сессии, как Facebook недавно сделал. У Facebook была уязвимость через view as, типа можно было получить доступ к другой странице. Они инвалидировали всех злогиненных пользователей, которых это могло послушать. Да, они еще могли сбросить с ним пароли. Соответственно, пользователя нужно будет идти опять с предможного пароля подтвердить свою идентифи. Дальше. Мы прикидываем, какие ассеты натекли, у кого мог быть доступ. То есть, если это база данных, поменяем доступ к базе данных. Если это сервер, сервис какой-то, мы его, условно, карантиновую зону, мы его отключаем от остальных серверов. Иногда, иногда в этих компаниях физически выдергивают сервера. Например, когда начал распространяться вирус Петя, многие компании только выключили, погасили все сервера для того, чтобы кто-нибудь не дошел. Да, это было нормально. А те, которые были инфицированы, они тоже, когда осознали, где инфицированы, они только погасили, чтобы оно не распространяло наше сеть. Есть команды, есть команды, есть компании, которые предоставляют это as a service. То есть, incident response и incident analysis, анализ, помочь тебе понять, как проникли, что сделали к чиновникам или доступам. А они приходят им вирус, им платят бабло, дают доступы и они тебе помогают. В Украине такие тоже есть. Ну, типа, есть, как раз и так. Первое, что нужно сделать, нормально пиар-менеджеры, а по наняти, а по мак. Нормально что? Пиар-менеджеры, а по наняти, а по мак. Да, это очень прикольная тема. Ты в соцмережах не мовчишь. Ты говоришь, что мы тут что-то разъедем, мы прачиваем. Например, как сделал GitLab, когда они выбили свой продакшн-мах данных. У них был transparent report. Они на блозе написали, что мы это делаем сейчас, это сейчас делаем, это сейчас делаем. У них были апдейты по часу. Так, как бы данные это не блокировали. Но их пользователи это распространено. Такие вопросы. Чи есть способи защищаться от подробных сертификатов? Особенно, если это реально идет от какой-то CAA? Есть такая штука, как SSL-пиннинг. SSL-пиннинг приходит не всем, а пиннинг для сертификатов можно, например, на мобильных. Тобто, когда вы генерируете сертификат, припустим, что мы генерировали сертификат и мы сейчас доверяем CSA. И мы пытаемся защититься от того, чтобы кто-то взял на этот сертификат, как государство, как меня не заведовали, и подсунул нам. Тому пиннинг, мы запамятовываем оригинальный сертификат в коде, или хеш сертификат, и сравниваем. Есть еще такая штука, как mutual authentication. Когда мы генерируем сертификат для клиента и пиннинг его в серверной стороне. То мы, когда клиент стукает до сервера, сервер это выдаст своим сертификатом, клиент поревняет, что это тот сертификат, который он ожидал. А потом, когда он стукает назад, сервер... Но это тоже можно подставить, чтобы анализировать код, где можно будет... Чтобы быть посередине, можно это подставить. Так, поэтому я сказала, что транспортные протоколи криптографичные. Так, иногда SSL-пиннинг. Идея Гугла была в том, что сделать такие полисы, фреймборки для сертификата сорити, за которыми они должны иметь публичный аудит-лог, каким компаниям эти сертификаты они выдали, что-то такое. И, типа, сами это поддерживать. А у нас, как я знаю, все, что я на стадии... То есть, зараз все компании, как мужчины, роблять. То есть, пока скидки начинаются. Прикольная тема. Спасибо. Спасибо. Такой вопрос. Чем вы рекомендуете проверять библиотеки? Сейчас, в последнее время... Недавно одна из библиотек из NPM начала майнить биткоины. Точнее, набрала сертификаты. Ключи к кошелькам биткоиновым. И у нее было 2 миллиона скачиваний в день, по-моему. То есть, популярная библиотека. Это... Спасибо. Это отличный вопрос, на самом деле. Потому что сейчас... Так... Сейчас. Сейчас. Потому что сейчас количество опенсорса растет. И главное, что комьюнити инженерная не знает, как с этим справляться. Да? То есть, у нас нет такого супер-решения. Продолжить исполниться с NPM. Аккунуть ответственность. А если, как с этим случаем, когда разработчик майндейнер забил, перегорел, что делать? То есть, нет такого прямо супер-фреймворка мышления, как это порешать. Но! Что здесь надо запомнить? Что? Когда вы качаете библиотеку, вы девелопер. Желательно проверить, что вы скачали эту библиотеку, которую предполагалось скачать. Есть такая атака. Есть очень частая атака, когда кто-то приходит в одну и ту же сеть с вами. Кто-то, сидящий в худи, со своим Kali Linux небольшим ноутбучиком. И подменяет вам файлы, которые вы сейчас скачиваете. Очень часто просто CDN и KTP. Так вот, в первую очередь, вы смотрите, что за библиотеку вы скачали. А, кстати, наши криптографы, например, то есть наши криптографы, они не скачивают библиотеки, они все с кода компилят. Я когда пришла, я такая типа, серьезно? NPM install. Keep install. И они такие, нет, мы пойдем на GitHub и найдем этот релиз, скопируем код, скопируем у себя. Так вот, есть или нет. Дальше. Если вы девелопер, вы четко, как это, вы используете четкий номер версии этой библиотеки. Вы не делаете там акт-аудейты. За апдейты надо следить. Да, очень хорошая практика расширения безопасности. Это подключиться к конкретной версии, но при этом следить за security патчами в этой библиотеке. Потому что чужие библиотеки – это ваши проблемы, они страны. И, наконец-то, отвечая на твой вопрос, есть there is an app for that. There is a service for that. Этим сейчас озаботились прямо очень сильно, очень сильно. И есть компании, которые предоставляют open-source security as a service. Например, Snyk. Snyk недавно подняла какое-то такое стыдное количество денег прямо. Мне просто хочется, наверное, быть на их месте. Они на какие-то миллионы подняли. Есть там white-source software, black-duck software. Короче, что они делают. Вы заводите аккаунт, платите с ним деньги и подключаете их на свой CI-CD. Они читают ваши dependency-файлы разных package-менеджеров. Они же у себя постоянно сканят базы данных открытых уязвимостей. OpenCV databases. И как только. Они же сканят гитхабы этих библиотек. И как только они обнаруживают, что, кажется, эта библиотека Ваунер был. Какой-то уязвимостей. Какой-то версии библиотеки, а вы ее используете. Они вам на почту шлют alert. По HWA как вниз. Они еще вот у Snyk, например, есть прикольная фича, то они вам прямо могут сказать, какой коммит из депозитория нужно вытащить. Может быть, библиотека еще не подготовила релиз. Но они уже закоммитили исправление. Какой коммит нужно выпустить, зацепить, достать к вам, чтобы обновить. Короче, вот сейчас. И сейчас прямо очень активно к этому идет. Это какой-то reactive control. Это не proactive. Это reactive. Да, кстати, GitHub. У GitHub уже новая фишечка. Но GitHub сейчас только для JS и Python. Ну, для Ruby, можно очень знать. Так что не GitHub, а прямо из коробки. Вы подключаете библиотеку, потому что GitHub — это уязвимость. Красный. Еще. Есть вопросы? Перерыв. Так, я к Тане. Давай. Как вы за презентацией? Пожалуйста. Питание такая. У вас есть open source библиотеки? Так. У вас есть enterprise версии? Чи вы просто продаете support цих библиотек? Есть. У нас есть enterprise версии. Энтерпрайз версии. Они основаны на цих же open source библиотеках. Почему open source? Потому что в security community важно видеть, что, где, как, кто. Да. Поэтому наш enterprise, он на этом open source. А это окременные фишки. Например, в одном из наших штук, мы сейчас работаем над search. Сруэнкриптидата. Пощуп зашифрованных данных. И это платная фишка. И она будет там для криптографов какой-то такой концепт, но ее не будет, как бы, в консорции. И так у нас еще есть support. Вы можете взять в консорции и купить нахуй support для того, чтобы. Мы такие, очень open. Зазвичай мы, короче, то, что мы продаем, это, зазвичай, солюшены на стороне кастомера, ну, то есть security. Но для каких кастомеров хотят а-ля SaaS, а-ля менедж, то мы для них настраиваем все там, например, на Amazon, на Google Cloud Platform и даем им доступ. Причем спасибо за презентацию. Такой слегка наивный и, возможно, слегка учебный вопрос. Как мессенджеры, не слово айвайберс, которые заявляют end-to-end encryption, уживаются с государственными требованиями о предоставлении данных заслужбам и тому подобными вещами? Если мы сейчас говорим про телеграмму «Россия», знаете, есть анекдот про черепашек. Давай я отвечу на этот вопрос как начинающий политик анекдотом про черепашек. Ползут три черепашки по пустыне. Песок, жарко, маленькие черепашки. Ползут, ползут, ползут. Первая черепашка ползет и говорит «Я маленькая черепашка, мне очень тяжело, очень жарко, я ползу по пустыне, передо мной ползет черепашка, за мной ползет черепашка». Вторая черепашка ползет и говорит «Я маленькая черепашка, я ползу по пустыне, очень жарко, очень плохо, передо мной черепашка, за мной черепашка». Третья черепашка говорит Я маленькая черепашка, я ползу по пустыне, перед мной черепашка, за мной никого нет. Внимание, вопрос. Как такое может быть? Две ползут по кругу, а одна, что ли, ползет как-то вне круга? Одна из них говорит неправду. Одна из них говорит неправду. Так вот, возвращаемся к вопросу end-to-end encryption и предоставления данных. Если мы предоставляем данные государству, и эти данные это конкретно контент сообщений, то кто-то говорит неправду, это не end-to-end. Если Telegram как бы крутился, они сказали, мы предоставляем только IP-шник, что-то такое. Типа те данные, которые мы там не шифруем, не с контент сообщений. Типа IP-шник может оказаться типа телефонным номером. Типа телефонный номер может оказаться типа history. Картинками, например. То есть они как-то начнут быть в формулировке. Поэтому security community уже вот с того случая, сколько там полгода, наверное, уже такие Telegram. Да, между прочим, у Viber есть даже классная оговорка на эту тему в лицензии. Viber никогда не получает доступ к вашим сообщениям. Ну, Viber может не получать. Да, вы же знаете, вы... Короче, то, что SLA, о том, о чем я говорила с самого начала. Ваша security зависит от вашего юзкейса и того, что вы обещали пользователям. Вы всегда можете сказать, что вы офигительно безопасны. И подразумевать под этим просто TLS. Все, на меня это TLS офигительно безопасно. Давайте... Есть еще вопрос? Есть? Я просто хотела показать эту диаграмму, она мне очень нравится. А сейчас прямо рынок последний. Последний. Сейчас рынок... Может, он купли. Да, происходит. Но это приватно. Это нельзя так показывать. Да потом, когда загрузитесь на днемком фон, мы уже запись идем на фон. Ладно, кроме Гугла есть еще Shodan. Shodan, слышали? Это поисковик, как раз, в котором можно искать доступы, открытые базы данных. Время фильме появляются новости, а-ля очередная монга открыто торчит в интернет. Это миллион записей. Так вот, Shodan тоже можно найти, много чего интересного. Но даже в Гуглом можно. Короче, последняя диаграмма. CyberSecurity становится супер популярным. Прямо такой хайп, дрожжи, грибы. Но начинается такое специальное мнение, что, как раньше было, ты же программист. Очень чайник, ты же программист. Я на кромаху, ты же программист. То же самое, ты же Security, давай. На самом деле, тут очень много разных доменов. Сегодня мы с вами говорили про оранжевый. Про Secure Architecture. Это только вот одна такая штучка. Secure Architecture, фотография, Secure System Build, вот в эту сторону. Да, немного затронули желтые. Security Operations. Это начиная от того, как часто вы меняете свои пароли. И заканчивая, как раз таки, вот сертификатом, инфраструктурной секунды. То, о чем, то, какие команды и секунды сейчас формируются в больших компаниях. Это в основном красные. Это Authentic. Это Ressessess Point. Это Contestory. Это чтение кода. Ну, это Red Team. Social Engineer, я считаю. Зеленые – это Governance. Это законы и регуляции. Их дофига. Есть люди, которые конкретно понимают… Это юристы. Это не обязательно или нет. Люди, которые на стыке, которые понимают, как, например, GDPR-правила превратить в технические… GDPR-регуляции превратить в технические правила вашей системы, они прям суперредкие, суперценные. Что там интересное? Что там интересных? Швятый intelligence, обучение, прям блоки, стандарты. Вот это что, ISO, низкий, да. Короче, очень много разных заменов. И секреты people начинают отличаться. Все, это последний. Проходите. Анастасия.